Музыка Хочется поздравить и Джоэла с тем, что он получил наконец российский паспорт. Наверное, стоит поздравить и нас, и всех тех, кто занимался этим непростым процессом. Мы сегодня уже занимаемся всеми необходимыми формальностями, чтобы заявить Джоэла на Единую Лигу и на Евролигу. Вы прекрасно знаете, что ранее нельзя это было сделать, потому что у него не было российского гражданства, а по ходу сезона это гражданство менять нельзя. Сегодня, я думаю, что получит на руки этот паспорт. Наверное, не будет отчества, но тем не менее. Тем не менее, это новый гражданин нашей страны. Хочу сказать всем большое спасибо, кто помогал нам. Это и Министерство спорта, и Российская Федерация Баскетбола. С сегодняшнего дня Джоэл полноценный не просто россиянин, но и, я уверен, игрок сборной России. Потому что, как мне представляется, помогать сборной России он может уже сейчас по своим игровым характеристикам. В ЦСКА ему еще необходимо некоторое время выйти на уровень Евролиги, это обязательно произойдет. Но это такая история. Я думаю, что для сборной он уже готов сегодня. А для ЦСКА необходимо еще несколько игр. Потому что одно дело тренироваться, другое дело официальные матчи. Что ВТБ, что Евролига. И, конечно, я уверен, что для сборной России, особенно в преддверии вот этих отборочных матчей, важных для нашей команды с Финляндией и с Чехией, это может быть таким очень важным усилением. Джоэл может много привнести в игру команды Сергея Базаревича. Вот, кстати, с Сергеем мы сегодня говорили. И вот новость о том, что Баламбой сможешь сыграть в сборной, она, я думаю, подняла Сергею Вальяновичу настроение сегодняшнего дня. Как мне кажется, ему достаточно комфортно в Москве. Здесь его девушка, уже приезжали родители. Он, в принципе, говорит на трех языках. Он говорит по-английски, он говорит по-французски. И понимает русский. Я думаю, что вопрос ближайшего времени, когда он сможет давать интервью на русском языке, тот период теории ЦСКА, он в известном смысле завершился. Сейчас Джоэл перейдет к практическим занятиям. Он очень этого ждал. И сейчас не карта, а мяч в руки. И не думаю, что он сможет нам помочь в игре с Баварией. Потому что, полагаю, из-за разных формальностей мы не успеем еще заявить на Евролигу именно к игре Баварии. Надеюсь, что в воскресном матче с Минском он уже сможет выйти на площадку.